Как апнуть чемпионскую лигу в ЛВК в 2024 году? Посмотрим интересные атаки и сравним подбор. А также немножечко про Академ, а то ни слуху ни духу, а клан-то апает уже 9 уровень и как раз таки тут есть тоже что показать, посмотреть подбор и как мы удержали хрустальную лигу. Так что друзья ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролик сегодня будет достаточно длинным. Начну пожалуй с основного клана друзья, потому что у нас тут небольшое достижение, это ап чемпионской лиги, для кого-то небольшое, для кого-то сверхбольшое, потому что я частенько встречаю людей ТХ-16, ТХ-15 клан, которые сидят там Хрусталь-2, Хрусталь-1. Чтобы вы понимали, мы в Академе с ТХ-13-14 сидим в Хрустале-1, причем играем 30 на 30, то есть это тяжелее, кто не понял, потому что за каждого отвечать человека, чтобы провели атаки там и так далее. Но это ладно, сейчас речь идет про основной клан, мы получили 382 медальки, то есть первое место в мастере первом, плюс 10 бонусов раздал, кому нужно было, кому не нужно было. Ну в общем все получили заслуженно и это конечно же радует. Каждый игрок старался, каждый вывозил карту, трешечки бахал, кто не бахал, тот когда-нибудь бахнет по-любому. Мы сразу же как бы не кикаем людей, мы учим, обучаем, если человек сам готов учиться и смотреть атаки более-менее правильные, почему бы и нет. Он учится, как бы это круто. И да, я сразу же вам показываю то, что во всех картах у нас было 2 ТХ-15, да, они близки к фулу, но блин, ТХ-15 в этой лиге, чемпион лиги. Вот то, что мы апнули, конечно, все, нам уже по-любому нужно набирать фулл состав ТХ-16, так как эти вот просто щелкаются на раз-два. Хотя вот последняя КВ-шка, что удивительно, это клан, который был на втором месте в свое время. То есть я не знаю, если кто-то смотрит с этого клана, он вроде русскоязычный, то отпишите в комментарии, почему вы не стали доигрывать и заняли третье место. Как бы всего 5 атак. А все войны, они при этом всем тащили. То есть максимально странно, они всего одну слили, но все играли, а против нас не стали. То есть это какой-то сговор, они меня знают или же это сделано специально. В общем, это мне тоже очень интересно. Если говорить о прокачке соперника, то в этот раз около 4 кланов были даже слабее нашей прокачки. Что удивительно, я говорю, в этот раз подбор в нашу пользу. Вот, например, давайте возьмем, ну, пятого номера в первой войне. Просто посмотреть его прокачку. И да, тут полу-рашер, как бы прокачка тоже непонятная. Вообще, как они оказались в этой лиге, непонятно. Но китайцы, что с них взять? Хотя играют они как бы так себе. И что они делали в мастер-лиге, неизвестно. Вторая война вообще максимально странная была. Вы сейчас удивитесь, почему. И единственная база, которая была более-менее, она как бы вот и не взята была. Но тот игрок, как бы, сам по себе не очень опытный, поэтому ему простительно. А так, все карты были фановые, и можно было бы еще тотал бахать. Единственная база, как говорю, была у пятого. Более-менее нормально в дефе стояла. Сейчас покажу. Что-то я не туда нажал. Да, вот она. Ну и тут была ошибочка, поэтому и слив. Но в целом, не важно. Конечно, было бы круто, плюс две дополнительных звезды. Хотя, по результатам, вы видите, что это не сыграло бы сильной роли вообще. Паран Пюркинс, это, по-моему, самый сильный клан по прокачке был. Или же я что-то путаю? Давайте 10 номера посмотрим. Да, я путаю. Это ТХ-15, ТХ-14 клан. Я говорю, в этот раз нам реально повезло. И в мастере первом попался клан, который слабее нас. Конечно, у нас ТХ-16 тоже. Здесь некоторые полу-рашеры. Но у нас внизу стоит ТХ-15, две штучки, как бы, да? Поэтому тоже, как бы, ну, аргумент, я считаю. А, вот он, клан, который самый сильный. И тут, конечно, был еще косячок, то, что у человека интернет вылетел. Но, если бы он трешку бахнул, а он часто это делает. Точнее, он все сделал трешки, кроме единственной атаки. И было бы 38. Тоже нормальный результат. А то, вспомните, как я раньше записывал ЛВК. И мы радовались просто, что мы закрыли на 32-33 звезды. То есть, двушечки и плюс пару трешечек. А тут, как бы, трешка, трешка, трешка. Конечно, немаловажно роль играет и микс, и нынешнее состояние в стратегиях в Clash of Clans. Потому что сейчас они очень скудны. И по атакам сегодня в этом клане вы увидите это. Ну, а что поделать? Разработчики сами виноваты. Третий раз корней фиксят. Пускай будут и четвертый раз фиксить, чтобы игроки забросили эту стратегию. Если что, не переживайте. Я разграничу этот ролик по тайм-кодам. Так как он будет достаточно длинным. Где будет академ, где будет основа. Кто хочет посмотреть подбор, а кто хочет посмотреть просто атаки. Чтобы было проще, меньше воды. Хотя воды в этом ролике будет очень много. Можно утонуть, кто не понял. На данный момент на этом аккаунте я готовлюсь к обновлению. Как видите, медалек начали получать больше. И, соответственно, копится больше. Закупил все молотки. Плюс на балансе уже 1100 плюс медалей. Короче говоря, переход на ТХ-17 в этом году будет просто бомбический. И теперь-то я вам уже предлагаю перейти к просмотру интересных атак. Первую войну, оказывается, показать не могу. Потому что в тот день был техпрерыв. И реплейчики просто-напросто недоступны. Вторая война была фан-базы. А атаку с одной звездой показывать, ну, такое себе. Поэтому переходим на третью войну сразу же. И вообще, сейчас вы поймете, почему я в основе не хочу так сильно показывать атаки. Просто они все будут плюс-минус однообразные. Если там что-то будет меняться в стратегиях, точнее, даже, знаете, в банках и в количестве юнитов, то я буду это показывать. Потому что это уже изменения. Ну, а так, естественно, все сейчас играют корнями. Три изменения, точнее, три фикса не помогли. Если ты имеешь прокачанный аккаунт, прокаченное снаряжение, то, как правило, фулл, там не фулл, прокачанная база все равно будет ложиться на три звезды. И вот сейчас как раз таки вам пример. Не скажу, что здесь прям эталонная атака корнями. Прям супер-пупер продуманная. Так как углы, я бы не сказал, что сильно он зачистил. Но более-менее запустил он в центр войска. И прям под ратушей он сможет поражать все это добро. Разнообразия какой-то здесь, ну, не присутствует. Здесь просто, знаете, вот скинул все в одно место, коридором. Там, как вот драконами мы раньше играли. Это вот, знаете, это реально драконы. Просто скинул и сидишь, ждешь там, я не знаю, у моря погоды или трешечку, я не знаю, что-то там ждешь. Ну, короче, все прожал, все, что есть, как бы. И потом у тебя остается прожатие только чемпионки, короля и королевы. Ну, возможно, и не остается, потому что в начале кто-то прожимает и все. И там прожатие уже к середине атаки не бывает. И тут же есть три прожатия аж, тут же прожимается кинг. И, как вы видите, три прожатия целых. Если он прожмет чемпионку, тут просто полбазы сразу бам-бам-бам. И все, и нету полбазы. Поэтому я считаю с запасом трешечка хорошая. Когда живые герои, это круто. Ну, а так как корней порезали, ну, они погибают достаточно быстро. Ну, и вот как раз таки ответ на вопрос, который я хотел вам задать. Чем вы играете на КВ и ЛВК на ТХ-15-16? Скорее всего, многие ответят корнями, либо же каким-нибудь воздушным миксом, либо вообще десантом до сих пор играют и все, и ничего больше не меняют. Потому что человек такая скотина, он ищет простоту везде. И если у него всегда получаются трешки, зачем что-то менять, правильно? Поэтому все люди, которые играли у нас с этим миксом, стратегией, они по сей день играют, так как лучше стабильно делать трехи, нежели чем придумывать велосипед и играть сейчас опять лавалуном, гидридом, гидридом, гидроперидом, ёптить, гидрой, десантом каким-то придумывать. И поэтому такая ситуация сейчас с КВ, что разработчики что-то делают, но у них ничего не получается. А что они делают? Они режут корней, чтобы их меньше юзали и базы начали менять. Потому что смотрите ситуация какая. Вот есть расстановка, она против корней, против десанта. Но против других баз-то она уязвима. И поэтому как бы тут спорно, знаете, то что либо ты защищаешься от корней, либо ты защищаешься от других юнитов. Поэтому, как правило, трешки преобладают на КВ и ЛВК. Есть вот такая вот вариация этого микса. В целых 20 валькирии, 1 ученик. Ну а по банкам ничего не меняется. Также молнии. Хотя нет, меняется. Тут есть еще 2 фризан. Ну и этот игрок тоже достаточно опытный. Кстати, всего один уровень остается апнуть королеве. И будут фулл герои. По этой области он закидывает короля. По этой области казарму. Пеки пойдут подчищать. Ну и кто понял, как этим миксом играть, тот знает, что самое главное правильно направить войска. Изначально при предзаходе лучше начать с какой-то слабой стороны. Либо, если ты начинаешь с сильной стороны, то придется прожимать хранителя сразу же, так как там будет еще и КК мешать. Те же самые лет големы будут тормозить. Ну вот, как раз таки сразу же, как видите, было автоматическое прожатие. И лет големы очень стопят в атаке. И пока они как бы заморожены войска, естественно, деф расправляется. Тот же самый монолит. Но так как тут сильная сторона, смотрите, он забирает и орла, и монолита. И до сих пор хил работает. Тут же накидывается корень на тх. То есть, все войска сейчас обкружат и пойдут бить слабый деф. Конечно, КК тут, кстати, было бесполезное. Но все же, все же, кстати говоря, столько юнитов в центр пошло. Вот если корень не работал, по-моему, ратуша была бы сломана просто тем, что валькирии расправлялись с клановой крепостью. Естественно, вальки с этими расправились просто в пару счетов. Запас, кстати, не такой прям большой, гигантский. Но есть еще один корень. Валькирии даже живые. Вот то, что 20 валькирий, скорее всего, из-за этого они и живые. В моих атаках, как правило, все вальки погибают. Тут, кстати, ситуация будет сейчас Ждун называется, да? Да, пока сейчас корень не спадет. Он будет ждать. Но прожатие. Есть королева, есть чемпионка. И этого более чем достаточно, чтобы забрать пару адских, там, ТХ, бомбежку. Это вообще ерунда. Запас юнитов, как видите, очень большой. Наверняка многие вспомнят эту стратегию с супервышибалами. Но тут она уже пересмотрена, переделана. И в роли танка тут выступает еще и 4 лесных всадницы. Кто-то скажет, что, ой, опять корни. Ну, блин, сегодня корней будет много. Что поделать? У нас железный клан бьет корнями. Я тоже ничего не стал менять. Лучше железно делать на КВ ЛВК трешки, нежели чем придумывать велосипед. Тут такая же история. Подчищаются два угла. Один угол королева хилками, а второй угол казармой. Ну и при этом еще и забирается какая-то часть дефа. Закидываются в роли танка лесные всадницы, потом супервышибала, хранитель, чемпионка, ну и король, естественно. Кстати, он тут еще и телепортировал королеву. Это вообще гениальный мув. Такого что-то я давно не видел. И при этом пока не высаживает, ждет какого-то момента. Кстати, в КК сидели гиганты, лол. Я что-то как-то на некоторых соперниках даже и не смотрел, что там в КК сидит. Но это очень смешно, конечно. А в КК закидывать гигантов. Возможно, все, что было, то и накидали. Тут, конечно, обидно. Вышибалы две пошли в другую сторону. А как вы знаете, супервышибалы очень много места занимают. И если они свернули куда-то и их просто так убили, то пользу они свою не показали. Вообще. Тут на последнем издыхании, можно сказать, забирается монолит. Хотя супер более чем живой. Да. Чемпионка тут, кстати, со способностью ускорения. И плюс хоги. Неплохо так накидывает. Кстати, скины у него. Набор прикольный. Очень даже. Да. Стратегия сама по себе старая. С супервышибалами. Но там был состав другой, как я сказал. И в то время это был прям мега рабочий вариант. И все делали так же трешки. Хотя было намного тяжелее, чем даже сейчас атаковать просто соло корнями с валькириями. Это 100%. Корни сейчас до сих пор мега имбовые. То, что они не чувствуют стен. То, что они танки. А урон их вообще нафиг, по сути-то, и не сильно нужен. Ведь герои и так фуловые. И снаряжение делает все за вас. ТХ-15 у нас тоже не в стороне. Нужно тоже посмотреть их атаки. Тут, конечно, атака на 16-ю ратушу. Но по прокачке, ну, плюс-минус то же самое, что и ТХ-15. Верхнюю часть. Швырятеля. Орла. Дом строителя. Да много всего. Он забирает просто скидыванием молний. Скидыванием тряса. Великолепный заход. Подчищается немножечко сектор валькириями. Чтобы королева не свернула. Хотя при любом раскладе она может это сделать. 4 хилочки. Единорог лечат королеву. И, как вы понимаете, пред заходом он будет сносить 2 бомбежки. ТХ. Ну и все. Этого будет достаточно. Королева тут, кстати, еще и прожимается. Фарис, скорее всего, накидывается, чтобы банка не стрельнула. Хотя, если бы она стрельнула, было бы лучше. И потом бы он телепортировал, получается, войска. Точнее, королеву. Но тут фейк с ним. Накидывается фриз. Хотя яд уже сработал. И надо было фриз лучше после банки закидывать. Но, как видите, эта стратегия прощает очень многое. Ну и тут остаются корни. Кстати, корни второй левел. То есть, второй левел тоже имба. И тоже тащат. И мне кажется, даже и первый левел тащат. Хотя, когда только эти корни вышли. Вот реально можно было закрытыми глазами их скинуть. И закрытыми глазами сделать трешку. Сейчас, конечно, это не так. Потяжелее стало играть. Но запас этих корней все равно остается большой. Кто-то скажет, да, опять корни. Но обратите внимание на банки и состав. Лава, шарики тут какие-то. Да, это десант. Потому что база подходит. Кстати говоря, напишите в комментариях, сколько раз я за ролик скажу. Потому что любители все обсудить, все рассказать. Ну, а так это, конечно, слово поразить на данный момент. Потому что... Хе-хе, ладно, шучу. Короче. С предзахода он сносит ИХ. Сносит Адскую. Да, да, много чего сносит. Банок было достаточно, чтобы еще и банку, башню банок скинуть тоже. Если бы он еще забрал бы королеву, чемпионку, арбалет, швырятель Адскую. Это был бы, знаете, просто развал базы. Там, ну, ни корни, ничего не нужно было вообще использовать. Кстати, что-то я говорил, что это состав другой. А я же таким составом и играл. Это вот как раз десант с корнями под хилками. Хотя 5 хилок тут я использовал 4. Возможно, он будет королевой хилкой как-то использовать, да, ее? Ну, просто я использовал их на корне. Не, он тоже на корне будет использовать. Ну, да. С предзахода лавалунам, точнее лавалун, каким лавалунам? Десантом сносится больше сектор, где много дефа, много всего важного. А потом просто вот так вот коридором все войска пройдутся. Бам-бам-бам, снесли. Ну, тут, конечно, проблема этого микса иногда в том, что не хватает времени. Так как я использовал его скиллом. Он же используют с яростью хранителя. Поэтому тут по времени более чем достаточно. Заметили, да, как он выманил КК и при этом его застанил Титанидой, забрал, пару лучниц накинул. Ну, вообще великолепно. Тут у него до сих пор имеется прожатие от трех героев. А как видите, он уже и банку сейчас пройдет, и большую часть дефа. Запас просто огромный. В свое время это микс был имбой. Сейчас не скажу, что прям имбаб. Не на все базы работает. Если база против десанта, то, ну, блин, тяжело там раскрыть десант. И в итоге получается, что у тебя предзаход ужасный. А потом просто корнями сделать, точнее, добить трешку становится тяжелее. Но тоже реально, если ты правильно все это сделаешь, более чем реально, снаряжение реально играет огромную роль. Те же самые 9 хогов, или сколько там у чемпионки, сносят достаточно много всего. И в конце прям нереально помогают добивать деф, чтобы корни те же самые не куковали, не бегали вот так вот, не прыгали, а просто шли и добивали другие постройки. Так уж выходит, что человек бьет просто слабого соперника. Ну и там просто все очевидно. И показывать то, как он издевается над ним, ну, не очень хочется. Но тут есть что показать. Поэтому смотрим в Иман КК. Квина Хилл. Плюсом тут еще и десант нафиг в эту дырочку. Неуспешный. Вот я про что и говорил. Схватил бомбу, все. Тебе гышечка. Если бы он пролетел бы чуть подальше, было бы куда лучше. Хотя, может быть, он тут и сам, конечно, скинул. Я что-то не обратил внимания. Но тут сектора радиуса больше, более чем достаточно. Хотя тут уже вопрос, как он будет скидывать эти банки. Ну и вообще, переключатся ли суперлучницы на ратушу или же нет. А они, конечно же, не переключатся. Нет, скорее всего, он бомбу схватил. Вроде как бомба там была. Хотя я вот смотрю, секции тут нифига нет. Возможно, рано высадил. Но так уж получается, показываю полу неудачную атаку. Хотя, нижнюю часть он зачистил. Верхнюю часть королевы идет и зачищает дальше. Плюсом он забирает деф, который будет мешать спаму, то есть корням. Это бомбежка. Это вскрывает бомбы всякие нездоровые. Также высадил чуть-чуть кривовато лесных всадниц. Но, возможно, это и была такая задумка. Ближе к центру прожмет сохранитель. Как видите, да, оказывается, сектор, слушайте, довольно большой, сшиблен. Поэтому тут как бы ничего и не повлияет на атаку. Самое главное после взрыва ТХ. Точнее, до взрыва ТХ прожать хранителя. Ну, а там и Кинг поможет чем-нибудь. И дефа-то, по сути-то, почти не осталось. Так что, ну, достаточно легкая атака. Хотя, если бы королева Хилки выжили, было бы вообще великолепно. И запас юнитов и войск остался бы куда больше. Как видите, игрок использует мяч на Кинге и перчатку. Я это тоже юзаю. И это мне тоже нравится. Частенько это помогает. Особенно мяч добивает восьмью зарядами. Получается достаточно много дефа, построек. И это круто. А потом перчатка. Все это дело еще и добивает. И сюда же, на этих ратужах, можно приписать лучниц, варваров, гигантов. Даже обычных. Они тут, ну, никак не юзаются. Они дохнут. Даже обычные маги, ну, тоже реже юзаются. Где-то для почистки, возможно, кто-то юзает. Хотя, проще почистить либо гоблинам, либо казарму просто скинуть. И все, там две пеки уже выскакивают с магами. Это куда лучше, нежели чем добирать войска для почистки. Пека обычная. Ну, пека, ладно, в казарме прикольно. В общем, много юнитов, которые не юзаются на высоких ратушах. Также муха обычная, шахтер, супер шахтер, ладно, еще юзается. А вот обычно он погибает, как муха. Ну, и таких юнитов достаточно много на этих ратушах, что просто их невозможно юзать. Они никак не актуальны ни гибридам там, ни спамам. И из-за этого все меньше и меньше стратегий на этих ратушах. Казалось бы, много юнитов, много всего. А ты просто эти юнитов не можешь юзать, так как они погибнут. И проще всего юзать то, что реально сейчас работает. В общем, мы апнули чемпионскую лигу благодаря корням. Или же это не так? Напишите в комментарии. Мое мнение, конечно же, это не так. Потому что это все же дисциплина. Ты за каждого игрока не отвечаешь. Он отвечает сам за себя. То есть это проведи все атаки, чтобы он интересовался вообще клэшем. Варил те войска, которые делают треху. Также закидывать КК в защиту. Короче, много факторов влияют на победу в этой войне. Ну и я считаю, что не только одна стратегия зарешала наш апп лиги. Вот таким вот успехом мы с вами переместились в чемпионскую лигу. Что будет дальше, неизвестно. Но, скорее всего, мы очень сильно получим в следующем месяце. Но если мы хотя бы удержим эту лигу, будет вообще успешный успех. А если апнем, ну я честно в это не поверю. Кто смотрит ролик полностью, отзовитесь в комментариях. Мы переместились уже в Академ Клан. И будем просматривать ситуацию тут. Тут, конечно же, ситуация куда тяжелее. Так как состав каждая ЛВК 30 на 30. И это тяжелее. Ну, за каждого игрока отвечать. Я до этого и уже сказал. Мы сохранили Хрустальную первую. И заняли топ-3. Третье место. Тоже шикарный результат. Скоро поймете почему. Подбор, ну явно не в нашу пользу. Но удержать третье место. И да, кто-то увидел, что мы немножечко лохи. Но в целом, как бы, суждено третьим быть. Значит, суждено. Одна звезда всего. У нас даже процент разрушений больше. Обидно. Да, второе место было бы повеликолепней. Покруче. Как бы, фига себе. Да, мы почти апаемся. Почти первое место. Значит, в следующий раз точно займем. Состав чуть улучшим. И тогда будет вообще шикарно. Но, скорее всего, это и будет не так. Мы очень долгое время будем, скорее всего, сохранять хрустальную первую. Так как, чтобы апнуть дальше лигу. Нам нужно, чтобы весь клан дальше эволюционировал. Апался. А у нас ситуация такая, что у нас даже не пол клана ТХ-14. Вот эти вот слабенькие ТХ-14. И поэтому, ну, как бы против соперника такого, который вот здесь вот. Мы ничего сопоставить не сможем. Мы, честно говоря, когда мы увидели первого соперника, мы уже были в шоке. И мы уже готовили просто сливать эту войну и апать хрусталь второй. Точнее, сливать до хрусталя второго. Ну, просто, как бы, у нас тут ТХ-14. А тут у нас пол клана ТХ-16 попадается. ТХ-15. Плюс еще снизу у них рашеры были. Это сильно. Второй клан точно такой же. Такая же ситуация. То, что ТХ-16 преобладает. Реально. Намного. У нас всего одна-две. И то, это рашеры полнейшие. Вот у нас даже вот этого номера, давайте возьмем, просто ужаснитесь. Вот, реально. Ну, как бы, понимаете, да? Что здесь даже не ТХ-12 некоторые постройки. И это рашеры. Поэтому соперника смотреть даже не буду. Тут полноценный ТХ-16. Нормальная офигенная прокачка. Но, все же, как бы, 99% залетает. Нормальный такой момент уловил. Третья война. Клан попался достаточно сильный. Хотя, они потом оказались на четвертом месте. И звезд набили меньше, чем мы. И процент разрушений меньше. Вот зачем нас было так сносить, если они все равно на низах где-то остались. Вот если бы мы победили хотя бы тут. То, знаете, был бы шанс даже занять... Ну, нет. Топ-1, наверное, не было бы шанса. Так как, все-таки, преобладает почти 40 звезд. Это сильно. Даже больше. 45 звезд. Это... Это много. Надо, как минимум... Ну, проиграть только можно в одной войне. И потом, как-то, звездами набрать. Но... Маловероятно с таким составом. Тут, как видите, ситуация с подбором более-менее в третьей войне. Но соперник оказался помощнее. Выбил больше звезд. Плюс у нас одна атака была не проведена. И... Блин, бомжа какого-то не закрыли. Обидно, конечно. Ну, и, кстати говоря, некоторые сливали. Хотя, кстати... Нет, я вру. Подбор тут оказался сильнее уже не сверху, а снизу. То есть ТХ-12 дали почти фуловых ТХ-13. И как ТХ-12 должен снести базу, где есть швырятели и прочая нечисть? Ну, как бы, невозможно. Поэтому, кстати говоря, кто-то еще перебивал и что-то не понял, что здесь творилось. Зачем было перебивать, если можно было бы низ закрыть? Два человека просто вообще... Даже три человека не тронуты. В общем, тут, короче говоря, за каждого отвечать, кто что делает, кто что творит, кого перебивает, ну, просто невозможно. У нас, в общем, получилось так, что изначально нам дали самых жестких, самых сильных соперников. А потом АФК-кланы и нубчики. Ну, нубчики не сказать, конечно. Некоторые что-то показывали, делали. Но, когда они не проводят 3-4 атаки, это уже, как бы, ну, не совсем сильный клан. Если бы они проводили, то, скорее всего, бы нас даже и выигрывали с нашим подбором. Ну, а так мы топ-3. Четвертая война с подбором более-менее. Как видите, звездочек очень много. Опять же, одна атака не проведена. Но от этого никто не застрахован. Из 30 человек кто-нибудь, да, точно выделится. Пятая война, так, вообще 2 атаки. Ну, блин, ну, чё поделать, как бы. С 30 человек, как говорю, тяжело. А если бы вообще все провозили, как вы видите, ну, мы бы смогли бы топ-2 занять. Если бы это одна атака, хотя бы одну звезду бы принесла. Ну, это, блин, ну, уже чё гадать, чё рассказывать, чё показывать. Вот в конце, конечно, уже доиграли на энтузиазме. Хотя подбор, как видите, да, ну, явно не в нашу пользу. Но низ, кстати, у них был слабый, поэтому просто фулл звезды, фулл трешечки. Седьмая война точно такая же. Тоже 30 атак проведено. Ну, в конце уже подсобрались, либо уже состав как-то, как сказать, поставили нормальный. Просто, знаете, человек просится в ЛВК, его ставишь на карту, а он бац и пропал. Его нигде не пинганёшь, не позовёшь в телеграме, там, ещё где-нибудь. И это проблема. Поэтому с такими людьми мы будем прощаться, ведь они не ответственные вообще. Даже одну дефолтную базовую атаку провести и то не могут. А про КВ, донат в клане, ИК, ЛВК, вообще всё это я молчу. Первая война, как и в том клане, в пролёте, так как был техперерыв и повторы просто недоступны. Хотя вот эту вот трёшечку от ТХ-15 я бы посмотрел. База, конечно, простая, но, блин, трёшечка от ТХ-15, это, блин, достойно просмотра. Ладно, если что, чуть попозже посмотрим его атаку, если, конечно, будут ещё трёшечные. Сейчас же перемещаемся на вторую войну. И тут я нашёл трёшечку на десятом номере. Давайте её посмотрим. Двушечки, я думаю, что бессмысленно смотреть, так как, ну, двушка и двушка. Ну, как бы, там можно и гоблинами взять двушку, просто забрал ТХ, набил процент героями и на этом всё. И поэтому я всегда об этом говорю, что к просмотру двушки неинтересны. Левая часть у нас к Венехилам, нижняя часть осадной машиной. Кстати, блин, но в основном плане я эту машину вообще не вижу. Сейчас все начали брать казарму, а раньше её вообще не использовали. Вот разработчики, да, как повлияли на осадную машину, добавили туда ещё одну пеку и всё, её начали все использовать. Возможно, конечно, для Миксана подходит больше, но вот эта вот осадка, камнебросатель, тоже сам по себе прикольный. Или огнеметатель, как он там, ну, короче, оно всё плюс-минус по механике похоже, поэтому пофиг. Огнеметатель, короче, пускай будет, я уже забыл, как он называется. Сверху, конечно, тут прям разъярённо, да, всякие рейджи, всякие баночки накидываются. А снизу просто осадка идёт, наяривает, забирает деф, даже лучше, чем Квинхилл. Тут он, конечно, телепортировал, знаете, да, этими банками направляет королеву туда, куда тебе не нужно. Фу, куда нужно. И тут уже королева не сыграет злую шутку и не будет бить забор, ведь есть такая волшебная баночка. Разработчики, наверное, специально эту банку внесли, чтобы её использовали для Квинхилла. Ну, как бы, а как иначе назвать тупость королевы, которая любит бить забор. Осадка тут прям, ну, блин, реально, наяривает не по-детски. Забирает абсолютно всё и вся на своём пути и до сих пор живёт, это вообще жёстко. Всё, заход у нас пошёл, это лет голем, етики, титаниды, кинг обидное самое, что уже прожатый. Корневая зелечка тоже тут на базе работает идеально. Чё, чё, чё там, где у нас джампик или он пока не знает, куда накинуть. Ну, он накинул, но видите, в чём прикол, то, что войска пошли не в ту секцию, куда нужно. И основная огневая мощь у нас в заборе, к сожалению. Но хранитель сейчас поможет своим браточкам. Кстати, а, корешки тут тоже имеются, касса, в КК. Ну, тут прям идеально, слушайте, тогда и джамп можно было нафиг не брать. Смотрите, как под инвизом, под рейджем корешки просто прошли секцию забора и вообще даже не почувствовали эту заборинку. Да, круто, конечно. К ТХ уже подбираются все войска. Кстати говоря, я вот такую расстановку видел и на ТХ-16, но она ломалась... А, она у меня и была. Она ломалась просто десантом. Скидывали этот лаву плюс дирижабль. Закидывали где-нибудь вот здесь вот, в этой секции вот ломали. И забирали у меня просто весь центр, потом какими-нибудь войсками снизу бы нападали и все нафиг, да? Но тут, как бы, состав довольно-таки разнообразный. Я бы сказал, Титанит использует корней, использует летголемов, етиков и так далее. Кто-то спросит, почему ты не показываешь свои атаки. В этом клане, возможно, покажу свои атаки. Но, как правило, тут у меня стратегия была какая. Я забираю кого-нибудь на однушку, двушку из топа, а рашером забираю свой низ. И в итоге получается такой полутандем, можно сказать, где ты больше приносишь звездочек, чем обычно. Но в какой-нибудь войне я покажу свои атаки. Там были и на зеркало, и намного выше. Так что что-нибудь да выберу и покажу, как я проводил атаки в ЛВК. В основе не показывал, потому что нет смысла атаки у меня точно такие же, как у сокланов. А так хотя бы какие-то сокланы попадут в видео. Тут у нас, кстати говоря, стратегия... Ну, блин, я не знаю. Я, честно, скептически отношусь к ведьмам. Но тут, как видите, они затащили трешечка с ТХ-13. Причем атакует ТХ-12. Ну, как бы, прокачка тут тоже не фул, конечно. Но, слушайте, таким составом, я думал, ну, блин, никто играть не будет. Хотя, как видите, ведьмочки-то тащат супер ведьмы именно. Их аж 4 плюс хилки. И они до сих пор живые. И они пошли так, как нужно. Либо это повлияло то, что все ведьмы пошли правильно. Тут, смотрите, две ведьмы. Тут две ведьмы. А по центру все войска. То есть, это идеальный просто расклад. Что центр как бы забирается, по углам все забирается. И к концу остается тут вообще ерунда. Поэтому ведьмы супер и кинг. И вообще все остатки с легкостью могут добить эти постройки. Вот эта стратегия тоже не менее популярна. В нашем клане, по крайней мере, тоже на этих ратушах. Это спам. Можно сказать, как корень работает. Только тут уже стены не пробиваются. И осадка используется другая. Ну, и юниты другие. Ну, вообще механика, я имею в виду, примерно похожа. Тут неправильно он, конечно, осадку высадил. Прямо под адскую, можно сказать. Но там имеются еще и етики. Короче, как высадил, так высадил. Какая есть атака, такая есть. Просто чуть-чуть не подумал, я считаю. Или фри забыл накинуть. Я бы один хотя бы там использовал. В общем, редком закидывается коридором. Кому как удобнее войска. Позади супер лучницы, спереди етики. А потом накидываются еще и... Опа, фига. У него еще и шар был у хранителя. Прикольно. А потом накидываются еще и герои. Тем самым герои проходят в центр, забирают КК. Там еще и хран видели, как плюшечку такую бодрую нанес. Ну и к середине, как видите, остается уже намного меньше дефа, чем было изначально. Я бы сказал, даже вообще ничего не остается. Етики делают свое дело. Герои тоже свое дело делают. Но большая часть спам дефа была унесена. Поэтому накидывается фриз. Тут, конечно, кстати, не показательная атака. Так как королева уперла в забор. И надо было куда больше сносить дефа, который сплэш. И мушки или летучие мышки, короче говоря, сносили бы остальные постройки. Тут, конечно, их польза максимально не раскрыта. Но все же они как бы принесли свою пользу. Состав был вот таким. Вот можете тоже использовать, пытаться делать более лучшие атаки, чем это. Но запас остался из трех героев, етиков и еще и целая куча мышей. Академ можно сказать как спасение в этом ролике. А не то, что я показал в основном клане. Хотя там тоже были разнообразные стратегии. Тоже было интересно. Но тут их гораздо больше. Все же 30 человек играет. Все же ратушь больше. И основная часть аудитории у меня, я думаю, ТХ 13-14 где-то. ТХ 15-16 все меньше и меньше. Но, как правило, на топов смотреть, конечно, интереснее. Все же все смотрят атаки на ТХ 16, чемпионаты на ТХ 16 и так далее. Почистил два уклана, кидал в центре целую кучу всего. И просто наблюдаешь за тем, что у нас происходит. Кстати, это же обычные. Да, это обычные вышибалы. Давненько я их не видел, не встречал. Но сам использую, кстати. На прахе, например, на ТХ 11 я их использую. В КК тут сидела Титанида. Тоже опасная штука. Но, когда на эту Титаниду направляется миллион всего еще и под рейджем, то она просто бесполезна максимально. Кстати, еще осадка просто в соло, можно сказать, раскидала Орла, ТХ продолбашила. И в центре остался запас из Йедь просто феерически. Так еще и этих Йедь лечит две хилки. Кинг идет, помогает. Ну, короче, да. Запас прям нереальный. Плюсом имеется поражатие Королевы. И в этот раз удивительно, что Королева не бьет забор. Возможно, потому что и бить-то нечего, да. Поэтому и не бьет забор. Сейчас такой бац. К середине ролика где-нибудь вот здесь вот фигачит стену, да. Под за... А, фу, я думал, она просто реально прикалывается надо мной. Хотела бить стену, а там, оказывается, скелетики были. Ну, ладно. Остается немножко дефа, как видите. Заход получился успешным, удачным, что имеется аж два поражатия. А из дефа уже ничего и не осталось. Давайте теперь посмотрим атаку на ТХ-14 от топ игрока СНГ. Если что, он играет лучше Савелия. Это, если что, клановая шуточка. Ну, ладно, не суть. Короче, он сносит у нас соперников на раз-два гибридом. Начинает он атаку с двух углов. Гениальная почистка. Просто, просто с двух углов. Сейчас еще из третьего закинет Короля. Туда пару шахтеров. И по нижней части всех кабанов-шахтеров и снесет эту базу пакистанскую. Просто мангалами закидает. Реально, тапками, мангалами. Не знаю, там, чем угодно. Давайте немножечко ускорим эту атаку. Просто предзаход достаточно долгий. Он, так скажем, накапливал ульту, а потом как ультанул сверху. И все, два угла почищено. По центру закидал целую кучу, как я сказал, шахтеров, кабанов. Конечно, они все в центре погибли от яда, от взрыва ТХ. Но божественная чемпионочка делает свое дело. Плюсом ко всему есть кинг. Осадка до сих пор живая. Короче говоря, если без шуток, то атака получилась прикольная. Классный запас. Неплохой. Два героя живы. Даже три. Имеется поражатие. И база добивается на трешечке. Десант Академ тоже не обошел стороной. Но тут у нас уже гидра, вроде называется, это стратегией. И предзаход был на ТХ. Ну тут, кстати, и прокачка-то такая, знаете. Ну, не ТХ-16, не ТХ-14, не ТХ-15, не ТХ-13. В общем, всего по чуть-чуть. Соляночка. Расширнул так расширнул, так скажем, да. Предзаход получился в целом успешный. Луки живы. ТХ забрано. А что, остальную там заберет? Ну, как бы приятный бонус. Забрал и забрал. Вообще все равно. Остальное дело заберут у нас дракончики. Хотя, вот знаете, когда забираешь только ТХ, при таком раскладе, как бы тяжелее играть намного. Алло. Добрый день. Капец, он там залагал. Но это из-за взрыва ТХ, скорее всего. Ой, из-за взрыва ТХ, говорю. Из-за АКК. Но да ладно. Прикольный, конечно, момент поймал. Тут он заходит со стороны ратуши. Левую часть он режет, получается, королевой и кингом. Кинга, конечно, поражал прям максимально быстро. Также имеется чемпионка на базе. Короче говоря, одну область драконами с хранителем, вторую область героями. Вот и весь успех данной атаки. И прожимается чуть-чуть прямо рановато. Но мне эта атака понравилась. Почему бы не показать? Можно сказать, даже странную трешку, да? Хотя, если все получилось, почему она может быть странной? В центре королева зашла. Сейчас заберет орла, кстати. Единственное, что здесь от ТХ 16, похоже, это орел. Прикольно так смотрится. Хотя, сливается с дефом от ТХ 14. И тут еще есть всадники на драконах. Ну да, это гидра, короче. Запас, конечно, к середине остается не такой большой. Хотя, для кого большой, для кого нет. Как бы здесь 4 дракона, да. Плюс всадник, плюс прожатие к вине, плюс фриз, который он, походу, забыл накинуть. А дефа-то уже и не осталось. Давайте глянем, как такой же стратегии, которой атаковали ТХ 12-13, сносится ТХ 15. И причем, это атака от ТХ 14. Это, как бы, сильно, я считаю. Также, закидывается коридор, потом осадочка, потом героев. Ну, все просто, вот реально, так же, как мы и атакуем корнями. Но тут основная роль играет, мне кажется, правильная высадка осадки и героев. Тут же, конечно, осадка не сыграла свои роли, так как ТХ стоит почти с краю. И осадка не пробивает вообще ничего, можно сказать. И профита тоже никакого не приносит, кроме как чуть-чуть поддамажить ТХ и все. Королева тут под ядом, осадка сейчас треснет в центре. Кинг, как бы, морозится по приколу чисто. Прям на клановую крепость. Но запас етиков остался приличный. И плюс при предзаходе он снес огромную часть сплэш-дэмэджа. И, кстати, тут, можно сказать, даже мыши-то нафиг и не нужны. Но если они имеются, почему бы их не накинуть? Слишком далековато он накинул, конечно. Но мышечки у нас максимально быстрые, максимально жесткие. Тем более, 5 фризов, бамс, не успели. И всего один маг, больше ничего не повлияет сносу мышами остатки дефа. Более чем, и фризов, кстати, осталось приличненько. Так, поэтому запаса... Запаса юнитов реально очень много. Либо просто нереальный запас. Либо это просто соперник-храшер. От первого игрока, как я сказал, все же атаку покажу. Это атака на ТХ-16. Но тоже полу такая вафельная. Так как какая-то часть есть от ТХ-16. Какая-то от ТХ-15. А какая-то вообще от ТХ-12. У нас тут лавалун. Пу-да, какого фига? Какой нафиг лавалун? Я когда комментирую атаку десантом, говорю лавалун. Блин, прям под бомбочку, конечно, обидно. Но ладно, десантик у нас полноценный. Крутой десантик. Все, уже накидал. Теперь остается следить за лучницами, а точнее за зелькой и подкидывать ее. Имеется у нас еще три штучечки. Давайте ускорим этот момент. Забирают он, кстати, еще и одного дракончика маленького. Жаль, конечно, что ТХ не забирает. Это, вот знаете, самое обидное. Чуть-чуть прям не долетело. Но в таких вот стратегиях, если ты без хранителя запускаешь десанты, то, ну, стоит на это рассчитывать. Все же лава тоже у нас недолговечная. И десант может, точнее дирижабль, может полететь не туда. При залете на ТХ он прожимает. Все войска свои также по правой части идут герои. Но тут, я как говорю, сыграла роль прокачки тоже огромную. Как бы если прокачка была бы фул ТХ 15-16, то, возможно, исход этой атаки был другой. Ну, а в данном случае запас юнитов остается минимальный. А вот герои остались живенькими. Вот и до своих атак добрался. Атака на ТХ 13. Ну, такая тоже перешедшая. Но тоже это влияет роль. Если бы, конечно, тут еще швырятели были, то это вообще поменяло ситуацию. А так, заметьте, то, что адский на сингл. Арбалеты большая часть на воздух. Плюсом. Да, короче, сильный соперник для драконов. Но я, как раньше говорил, записывал, когда видео на ТХ 12 не доначу. Я не заморачиваюсь. Зачем, если ты и так делаешь трешки. Тем более, разработчики еще и ослабили деф. И нет смысла заморачиваться. Деф ослаблен. Войска сильные. Снаряжение мощное. Ну, и тут ничего бы нам не помешало затащить. По моментам некоторым. Я фрижу чистильщика. Че, 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 че хотел сказать. Короче, я фрижу чистильщика адскую. Ну, и все, в принципе, больше ничего не нужно. Конечно, рано я все скидал зелечки. Но, вообще, если изначально ты сохранил войска, то потом тебе ничего не помешает дотащить. Хранитель у меня с кристаллом ярости используется. И тут, кстати, очень даже успешно, что они сагрились в эту область. Как раз таки драконы и выжгли эту самую адскую. Хотя, когда у тебя кинг под усами и королева под хилками. Ну, это успешный успех, реально. И, кстати, говоря, с таким снаряжением и при наличии всех героев и при правильной высадке драконов, я реальную фулл ТХ-13 сносил со своей двенашечки. А представляете, да, что будет делать ТХ-13 фулл? Там же ведь есть чемпионка, снаряжение тоже, может, получше открывается, я честно не помню. Поэтому, да, на низких ратушах стало играть попроще. Вот такая вот ТХ-14 и атака тоже на третьего номера. То есть, закрыто зеркало и, честно, я увидел, когда ТХ-16-15 в топах, я офигел. Ну, я думал, Рашер, конечно. Ну, а потом, когда я увидел прокачку соперника, ну, блин, ТХ-14 бьет. Вот, серьезно, я не могу не показать эту атаку. Я, вроде, вторую атаку его уже показываю, но я готов на это смотреть вечно. Никакой здесь слишком замудренной стратегии. Все очень просто, но при этом атаки очень даже значимые и успешные. Потому что адский на сингл, тут всякие башни заклинаний. Короче, много всего, но при этом бьет ТХ-14. Я, конечно, встречал и как ТХ-13 бьет фулл ТХ-16 на трешке. Но это происходит в моих кланах, и я уже этому удивлен. Как вообще такие люди рождаются? Ну, это вообще жестко. Чтобы с ТХ-14 снести вот такую вот прокачку ТХ-16. Здесь же даже не ТХ-14 прокачка. Здесь все ТХ-15, ТХ-16. Это реально сильная атака. Предзаход получился крутым. Прожатием мощным. Я просто не знаю, могу все преувеличивать. Но мне реально понравилось. Смотрите, монолит, рикошетная пушка. Ничего не влияет на слив на этой базе. Вот реально. Закидываются летучие мышки по верхней области. По центру у нас осталась полудохлая королева, один йетик, хранитель. Ну и в целом все. Воинов больше не осталось, кроме как летучие мышки. Но у нас есть фрезы на базе. Поэтому с фрезами летучие мышки творят чудеса. И дефо-то не осталось нифига. В центре два героя полудохлых. Есть суперлучницы, есть мышки. Блин, классно. Реально. С ТХ-14 закрыть такую прокачку, это сильно. Ну, слушайте, стратегия реально подтверждена рабочая. Можете реально использовать. Кстати говоря, суть таких роликов, вот где я записываю атаки со кланов. Это, ну, как минимум, показать скилл нашего клана. Как максимум, это чтобы вы для себя открыли какие-то новые стратегии. Тут используется, кстати, Тарантул. Не другая осадка. Скорее всего, чтобы быстрее пробить секции. Но эта стратегия с этими летучими мышами и суперлучницами реально рабочая. В КК достаточно жесткие миньоны сидят. Но при этом это не мешает такой атаке затащить. Кстати говоря, здесь заход получился похуже, чем у прошлого игрока. Но, слушайте, летучие мыши действительно творят чудеса. Хотя, в данном случае, больше, конечно, не летучие мыши. Но какую-то часть дефа они все-таки снесли. Но не забываем, что это все же бьет ТХ-14. Нормальную прокачку ТХ-15. Тут примерно такая же история. И самый такой главный враг на этих ратушах, мне кажется, это башни заклинаний. Которые под яд наточены. И как бы стратегия-то сама по себе против... Точнее, вообще не для этой базы. Но как бы яд травит, получается, и йети твоих, и ведьм, и суперлучниц. Кстати говоря, эту атаку я показываю не только из-за того, что она тоже на ТХ-15 от ТХ-14. А еще из-за того, что вместо суперлучниц тут имеются ведьмы. Повлияло ли это хорошо или плохо, неизвестно. Но тут много дефа. Например, тот же самый монолит, адский на сингл. Которые, ну, как бы и просят ведьм. Если бы были бы лучницы, то лучницы бы просто выжигались. Немножечко фризов тут на заход закидывается. Предзаход в целом получился неплохой. В клановой крепости пару корней имеется. Вот, если бы с захода королева забрала бы еще и монолит, а не после того, как монолит накидал королю, было бы куда лучше, и король бы выжил. Еще бы и в этой области накидал, тоже будет здоров. А так, неудачно, конечно, все войска свернули. Пошли не в ту сторону, монолит не забран. Ладно, ты х не забрали. Но когда монолит остался живой, ну, это вообще печально. Тут, кстати говоря, уже не с краю накидывались летучие мыши, а прям по центру, чтобы ратушу забрать. Хотя, не знаю, насколько это удачная затея. Хотя, если я вам показываю эту атаку, и она трешечная, то значит, она была удачной. Ну, просто мышки слабоваты. И сколько времени они там уносили ратушу, это, конечно, очень долго не описать словами. Если бы он залетел с какого-нибудь из угла, то, возможно, бы он забрал бы вот эту вот область всю, а чемпион и королева разобралась бы уже в центре с ратушей, и тогда бы, возможно, запас был бы другой. Но все равно два героя живых, и это трешечка. Я бы, честно говоря, еще бы показал атаки на ТХ-12, но в этом клане их сейчас поменьше стало, и тут все атаки, которые не заморачиваются. Они играют либо как я, ну, либо как вы, не знаю. Короче, они играют просто драконами, либо же той же самой стратегией, что я вам сейчас показывал на ТХ-14, которые закрывают там ТХ-16-15. Жестко, прям мощно. Ну, да, там прокачка была послабее, но, слушайте, все равно они же закрывают. Ну, а так, как бы, не сыграет в основном драконами. Ну, либо электриками, кому как удобней, так как трешечки залетают с полпинка. В общем, друзья, вот такой вот ЛВК у нас удался. Мы, помимо этого, еще играли КВшки в другом клане, но там показывать нечего. В прошлый раз я показывал в соло, как я играл. Там ролик вышел почти на час. В этот раз, кстати говоря, тоже, ну, достаточно весомый ролик получился. Но тут разнообразие миксов, стратегии, результатов гораздо больше, чем в прошлом видео. Короче говоря, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вам такая тема роликов интересна, чтобы я освещал каждый месяц два клана своих, то, конечно же, покажет количество лайков, комментариев. И я буду делать это каждый месяц, пока это будет актуально. Ну, а на сегодня, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok